Там внизу у нас песни поют. Часто организовывают такие концертики. Не знаю, слышно ли. Соседи громко разговаривают, да? Прохлады даже вечером нет. Жарю коток. Ребята, сегодня Гену я без провозов. Пропал интернет, не знаю. Загружу я видео, не загружу. Маленькое объяснение, почему не ответила вам на комментарии. Вчера позвонила на станцию и сказали, что сегодня будет. Утром проснулась, интернета нет. Мороженое уже сделала, сейчас домываю машины и еду в бассейн. Зарюка не передать. Обещают до 40 градусов. Хочется иступаться. Видно вам, не видно. Вся мокрая, как всегда. Кошмар, кошмар. Вот такое воскресенье у нас. Бери, маня, маня. Смотрите, что мне Мишка принесла. Рулатто и мертило. Что ты делаешь? Латто и мертило, мертило с латтем. Латто и мертило. Молоко с соком мертило. А, холодненько вкусно. Нахладительные напитки. Смотрите, что Лилёк химичит тут. Старые кителя в раздевалке нашла. В раздевалке. Мишка хотела выбросить. Говорит, что Мишель, они бешеных денег стоят. Фаскифа, Лиле, фаскифа. Фаскифа, это значит, они ужасные. Они были все в желтых, страшных пятнах. Ну, нажишь. Бабушкины методы, правильно? Тут еще белые фартушки, которые были. Серо-буро-малинового цвета. Насыпала. Для вот этих машинок, просто думаю, вечно. Какой-то хлорки, чего-то поналивала. Что-то получится. Не получится. Добавим растительного масла. До завтра постоит, отойдут пятна, куда они денутся. Так что еще и новая одежда будет у нас. Вот такие мы. Сейчас вам витринку мороженых покажу. Такие нам новые этикеточки пришли, видите, понаписывали. Мне сделаны из плексигласа. Вытирается надпись, видите, ремонтчик. Сейчас пойдем на витринку поставлю. Все этикеточки одинаковые. Все мороженые стоят. А, то каком пальмороза? Розовой грехой. Не написала, не хватило этикеточек. Погнали домой. В холодильнике полный загруз сделали. Хватит нашим, да? И нашим, и вашим. Давай, Вероничка, амаренку хочешь? Вишенка. Или ты больше с хрущащим шоколадиком любишь? Амаренка, как всегда, прикалывается. Ребятки, кто там расстроился из-за комментариев, что мое мороженое сплошная химия? Этой химии, кстати, надо дать правильный математический расчет, правильные физические, то есть физику нагрузки. А если ты ошибешься, то ни одна биология эту химию жрать не будет. Так что не расстраивайтесь. Мы сами сейчас сплошная химия. Сами не знаем, с чего состоим. Так что кушайте на здоровье. У тебя по птице ничего не склеится. Не склеится. Каждый день птица получается все вкуснее. С проводами. Сейчас пообедаю в бассейн. Уже расслабон начался. Хорошая улика работа, да? Питься на завтрак, на обед и на ужин. Наемся на всю оставшуюся жизнь. Вчера ребята встретила Франку. Она говорит, ты Луиджину видела? Я говорю, нет, не видела. Она говорит, я его уже несколько дней не вижу, что случилось. Я говорю, не знаю, наверное, со своей невестой может поздно приходит домой, переживает. Но вчера висели черные трусы и черные носки. Сегодня белые трусы и белые носки. Поэтому дома он был, ночевал, переоделся. Все нормально. Сейчас, конечно, прозвоню, чтобы узнать, что такое. При такой жарюке, как он себя чувствует. Потому что она меня ввела немножко в заблуждение. У него уже был инфаркт, поэтому надо как бы заботиться. Смотрю, кабачки опять выросли. Сейчас мы срываем эти зукини. Польем еще раз огородик. Вот там одну картошечку, то, что хробаки съели. Я туда попыталась посадить. О, бедолага. Бедолага, наверное, ты не выживешь. Кабачок один. Наверное, ему, так сказать, жаба чегось дасть. Видите, огурчики уже начинают ввязаться. Там они гусенькие ввяжутся. Ввяжутся. Фух. Жарюка, везде жарюка. На работе это вообще супер-пупер. Так. Кто там у нас такой маленький, а? А, погодите, я. Быстро. Видите, кабак завязался. Вроде бы один. Ну, жарко. Ребята, сорок градусов. Ну, сдуреть можно. Тут не только мозги плавятся. Тут уже и помидоры не вяжутся. Все послепалось. Автобусы по дороге все поломаны. Пыльца сохнет, помидоры сохнут. Те, что завязались, те стоят. А те, что не-не. Такая плавка мозгу, какие тут растения. О чем вы говорите? Ладно. Даже вот этот куст, который никогда от жары. Ничего ему не было. Видите, как он стоит. Бедный, несчастный. Этот что-то пытается зацветать. Ну, он цветет два дня. Потом вот эти штурпалки. На чат все дела. Ладно. Сейчас поливаем огород. В жару, говорят, и нельзя. Вчера вот это мясо, гляньте, найти листья. Стоит, но погорело все. Горы с синим пламенем. И что мы будем с этим делать? А у нас интернет расплавился. От того, что жара... Ой. Фу, даже в Палестру не поехала. По такой жарючке даже не захотела съехать. Ни в Палестру, никуда. Сильно жарко, ребята. Так жарко, что дышать просто нечем. Задыхаешься. Задыхаешься. В прямом смысле этого слова. Как нам вот эта Москва. Дайте халатка. Мы вам всю свою жару отдадим. С превеликим удовольствием. Невозможно, невозможно. Ладненько. Сейчас займусь на мухате. Трошки поубирать. В понедельник обещали. Техник придет по интернету. Не знаю, когда буду видео выкладывать. Интернет виснет. По всей гене. Причем это не только у меня. У кого это линия линкем. А не время находится их офис. Пока поломку не исправят, будем без интернета. Так что не знаю. Когда эти видео выйдут. Не скучайте. Ребятки, хотите погигэкать? Улика Бурячок. Знаете, когда я его садила? В августе месяце. Да, да. В августе прошлого года. Он зиму рос, рос, не дорос. Весну рос, рос, не дорос. А сейчас гляньте, какой вымахал. О, красавец. Наверное, будет твердый, как барабан внутри. Но до своего дня рождения он не дожил. Мы ему не дали, да? Сейчас мы его натерочку натрем. Попробуем, что с него получится.